Здравствуйте! В максимально стерильных условиях содержится 850 голов дойного стада. Каждая из коров в сутки дает от 23 до 28 литров молока. В селе Алексеевка Ханкайского района продолжает работать и развиваться крупная молочная ферма. У каждой буренки личный номер и максимально пристальное внимание со стороны каждого сотрудника большого комплекса. Еще бы, ведь проект в Алексеевке стратегически важен для всего Приморья. Именно отсюда в путь отправляются тонны молока для жителей большинства районов края. Напомню, что задача, поставленная губернатором края Владимиром Миклушевским, чтобы большинство продуктов, появляющихся на наших прилавках, было произведено в нашем же крае. И в Алексеевке для этого делают все, что от них зависит. Достаточно для начала зайти в доильный цех. Тут создали прям санаторий для буренок. Дойка здесь производится два раза в день. Для коров построили специальные проходы. В доильном зале 32 аппарата. И каждая корова свое место знает. Когда подойдет к нему, тогда доярка наденет на вымя специальный стакан. При его помощи за 15 секунд соски обрабатывают пенным раствором. Насухо вытирают одноразовыми салфетками. И только потом подключают доильный аппарат. А сколько же корова дает молока? На этот вопрос ответ можно получить, не отходя от аппарата. Специальный прибор считывает номер коровы. И на мониторе появляются необходимые для отчетов и исследований цифры. Дойка идет не просто в стерильных условиях, а еще и под специально подобранную музыку. В Европе в основном используют классику. Но классика негативно влияет на людей. Потому что она успокаивает и нарушает ритмы дойки. Поэтому у нас более такая свободная музыка. Этот молодой парень точно знает, какая музыка американским коровам на приморских просторах нужна. Михаил приехал из Ростовской области, окончив 7 лет тому назад сельскохозяйственный институт. Год стажировался в Англии, где на практике изучал работу подобных предприятий. После чего применял полученный опыт на новых отечественных комплексах. Он внимательно следит за тем, что происходит по окончанию дойки. Нужно ведь еще, чтобы доярки не забыли соски животного обработать йодным раствором. К слову сказать, 28 литров молока в день для этих коров не предел. Бывает, что и 40 литров даст дуренка, а бывает и сразу 50. Но тут важен подход специальный. Какой? Знает Наталья Диденко. Она дояркой трудится уже почти 20 лет. С каждой своей подопечной в первую очередь Наталья старается найти общий язык. Ну и, конечно, говорит о том, что дойку важно проводить на новой аппаратуре. Ну, конечно, удобно. Это же не наши старые фермы, на которых мы работали. Это все удобно, все современно. Свое место буренки знают не только в доильном цехе, но и в коровнике. Ведь для каждой свое меню питания. Корм им подается не вручную, а развозится тракторами. Если кому пищу надоело принимать, то добро пожаловать на массаж. По залу развешано 8 огромных вращающихся щеток. Расположены они в разных местах. И главное их предназначение – массируя очистить корову от присохшего навоза. Такая кропотливая работа в каждой точке большого молочного комплекса дала свой результат. Уже почти все коровы принесли приплод. Причем 70%, как и рассчитывали, отилились тёлками. Условия приморского климата тщательно заготавливать корма тяжело. Единственное. А в принципе климат на здоровье животных не отражается никак. Единственное, что сильная духота будет. Но сейчас у нас и будет работа над тем, чтобы сделать вентиляцию в коровнике хорошую. Также вентиляцию в доильном зале, чтобы улучшить состояние животных. На молочный комплекс это пусть огромное, но все же только часть сельхозпредприятия. В Алексеевке есть еще и поля собственные. Сейчас здесь уже готовы к севу кукурузы. Она потом станет одной из составляющих в кормах для коров. Внесение удобрения, обработка, портфель, борьба с орниками. Как она проходит на Вашем предприятии? Что конкретно сыпите? Сколько пропорций, какие сохраняете, не сохраняете? Ну и по гостам все. Да, удобрения вносим, согласно рекомендации. По норме, по норме. Ну а мы фоскарбомид, калий. Калий под кукурузку. За качеством молока, что везут из Алексеевки, внимательно следят. И к продукции из Ханкайского района нет никаких претензий. А вот о качестве привозной в Приморье продукции недавно говорили на совещании у вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко. На прилавках приморских магазинов обнаружен фальсификат. Молочную продукцию проверили после обращения жителей края в Роспотребнадзор. Восемь образцов молока, произведенных на территории и за пределами Приморья, прошли экспертизу в трех независимых лабораториях края. Результаты исследований поразили всех. Из восьми образцов, представленных для проведения испытаний, не соответствуют понятию молоко питьевое и не могут ни при каких условиях считаться питьевым молоком два образца. Это фермерское подворье, город Благовещенск, хладокомбинат и молоко Лазовское, Переяславский молочный завод Хабаровского края. По результатам исследований торговым точкам Приморья были высваны предписания изъятия с продажи фальсифицированную продукцию. Все материалы направлены в Следственный комитет. Недобросовестным производителям грозит штраф до 300 тысяч рублей. По воде трактор плывет, но это не море, не озеро и даже не река. На рисовые поля в Приморье вышла техника. Вышла позже намеченного срока. Но этим в крае никого не удивишь. Тем более не удивишь на предприятии «Сатурн», что в селе Майское Хангайского района. Здесь уже ко всему привыкли. Осень у нас выдалась очень дождливой. Выпал ранний снег и положил весь практически урожай на землю. Культура вмерла в лед, что стало очень таким значительным фактором, затруднительным для сбора урожая. Комбайны просто тонули. В грязи тут, в почве. В общем, тяжелая у нас была уборочная страда. В прошлом году хотели собрать 400 тонн риса, а смогли взять только 200. И снова говорят, не время убытки подсчитывать. Рынок сбыта налажен. Нужно о развитии предприятия думать. Надеемся приобрести, пополнить свой автопарк тракторами, комбайнами. Собираемся увеличивать посевные площади. Я думаю, что все будет хорошо. В Майском постоянно думают о расширении. В этом году уже начали работу на новых полях. За рулем трактора Владимир Губенко. Весна тяжелая, сырая. Много, вообще многие не могут работать за перевлажнение почвы. Вот, ну, сырых мест много. Тонут техника трактора. Ну, тем не менее, вы вышли сейчас? Ну, выборочно. Вот где сыра бросаю, оставляю куски. А выборочно надо делать. Время идет же. Владимир Петрович на полях трудится более 30 лет. И для ветерана сельскохозяйственной отрасли Приморья никакая затяжная весна не страшна. Пока для деревни беда одна. Отток населения. Особенно молодежи. Опыт нужно ведь кому-то передавать, говорит механизатор. Тяжелый вот этот крестьянский труд. С 9 утра до 9 вечера бак соляры сжигают. А заработок не такой большой, как города. Молодежь, города вот убегают в основном. Но такие небольшие предприятия, как в Майском, должны развиваться только при поддержке государства. И эту самую поддержку здесь, как от районных, так и от краевых властей, постоянно ощущают. Я хочу особую благодарность выразить, конечно, Мещенко Владимировичу за поддержку, в становлении нашего предприятия. В его лице мы видим понимание именно государства, что оно нас не оставляет. Потому что поддерживает нас, помогает, чем может. В общем, сотрудничаем мы. А краевые власти? Краевые власти также принимают участие в нашем становлении, в нашем сельхозбизнесе. Дотация, субсидирование. Конечно, хотелось бы больше, но довольствую себя тем, что есть на сегодняшний день. Вопросы развития агрокомплекса регулярно обсуждаются на совещаниях у губернатора края Владимира Миклушевского. Так, недавно говорили о сельхозземлях. Сегодня для многих районов это вопрос выживания. Огромные территории простаивают или используют не по назначению. Но изъять такую землю у нерадивого арендатора почти невозможно. Нам надо наработать практику. Нам надо 2, 3, 4 суда провести и выиграть, при том, используя и практику других субъектов, с тем, чтобы мы начали эффективнее процедуру изъятия. В противном случае, так вот муниципальные образования будут топтаться на месте. Сейчас решено составить своеобразную опись земель с подробными комментариями. Какие участки простаивают, какие в аренде, а какие уже в собственности. Мы тогда учтем каждого владельца. Чтобы он платил налог или арендную плату. Они сегодня не платят, потому что они не зарегистрировались нигде. Вот собственник, допустим, он мне говорит, извините, я у вас договор аренды не составлял, а собственность я еще оформляю. И он будет оформлять год, два, три, не платя. А у нас нет регламентации, сколько он должен оформлять по времени. Понимаете, он ничего не платит, и любой суд на его стороне встанет. Понимаете, поэтому вот и нужна вот эта регламентация. Первыми, где начнут эту работу, станут три района. Харольский, Спасский и Ханкайский. Кроме того, решено создать рабочую группу по этому вопросу. Там же, в Ханкайском районе, не забывают и о патриотическом воспитании. В майские праздники устраивают факельное шествие. Ради него узкие проселочные дороги перекрываются на вечер и часть ночи. Колонны учеников в Камин-Рыболове начинают свой путь от школы. Этой традиции в Ханкайском районе более 30 лет. Школьники проходят через весь поселок зажженными факелами, чтобы отдать память воинам, погибшим на полях Великой Отечественной войны. Уже в центре поселка, с огнями в руках, школьники останавливаются возле памятника героям. Кто и когда придумал факельное шествие в Ханкайском районе, уже и не помнит. Но ни в какую погоду традиция не нарушается. Храним факелы, с которыми ходили очень много лет назад. Мы их бережем. Они у нас хранятся в специальном сейфе. В канун 9 мая мы вынимаем. И обычно колонну факельщиков – это ребята, которые каким-то образом проявляют себя в учебе, в спорте. Я волновался, я шел впервые. Мне очень все понравилось. Для меня это честь, такая своего рода, пронести факел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok